ирина здравствуйте 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 александр светлана устраивайтесь поудобнее у нас как всегда есть некоторые разногласия у нас спор я надеюсь вы мне поможете хотя может случиться и по-другому я почему-то мне кажется это будет опять не в твою пользу опять включил у нас что важнее интуиция или логика и что больше свойственно женщинам что мужчинам вот об этом мы никак не поладим может быть рассудите скажите чем вы чаще пользуетесь интуиции или логикой в последние 25 лет больше интуиции а почему какое время такое время а логика иногда все-таки выходит на первый план когда нужно просто просчитать продумать сделать и ничего не чувствовать в каких случаях логика побеждает оперативное управление что это такое быстро помогай мне мне кажется что ирина должна сама объяснить но вы мать виновели цель интуитивно правильно вы ее поставили нет проверяется очень просто практическим путем нет момент появления этого решения у вас прилив энергии огромный даже если вы очень устали вас пробивает инсайты вы и дальше вы готовы действовать вот после этого нужно уже расписать логические ваших и управлять этой энергии в каких-то благотворительных целях чтобы она все-таки работала на вас потому что можно эту энергию растерять можно просто получить эйфорию от принятого решения и действовать не так собрано не так логично может же быть такое ну для этого да вы правы наверное есть логика она дисциплинирует типа она напоминает то она напоминает ну ты типа все-таки будешь что-то делать или ты вот будешь дураковать а может быть такое что конфликт интуиции и логики конечно это всегда почему тоже интуитивное решение вы абсолютно правы она формируется вне логики и опыта ваш мозг ленивый на самом деле особенно мой не не особенно у всех и у меня тоже то есть вы набрали потенциал воспитание в семье традиции в стране религиозные какие-то свои да взгляды привычки которые вы обрели вообще не в школе в институте 25 годам у вас готов некий опыт набор знаний и генетических культурных кодов и после того мозга говорит ну хватит учиться давай начинать работать вы начинаете работать и мозг расслабляется так типа а и подкидывает вам то что он набрал до 25 лет уже механика да что такое интуитивное решение когда вы гадите это нафиг мозг надоел мне твой опыт весь этот потенциал это все не привело к нужному успеху я тебя вырубаю вы его вырубаете получаете подсознательное интуитивное решение если вы откроете любой источник определение интуиции вы увидите вне опыта и формальной логики мне опыта поэтому как только вы вырубаете мозг получаете из подсознания другое решение то вы мозгу ставите необычную задачу ему придется начинать все вкалывать до этого он лениво жил и конечно он сопротивляется ваше бытовое я говорю да ты чё с ума сошел так нельзя это не принято соседи скажут ты делаешь неправильно жена тебя в общем-то пошлет нафиг а твои коллеги скажут ты сошел с ума это говорит ваш ленивый мозг в виде бытового я вот этого потенциального опытного который бусины подпихивать тебе и бормотать бормотать на ухо не надо это слишком опасно это страшно ты не справишься у тебя есть совсем другие навыки и противоречие явное абсолютно между вашим опытом и тем решением которые вы пришли выключив свое сознание и вот сила человека его свобода воли заключается в том что он понимает что интуитивное решение если оно дало ему эту сумасшедшую энергию это проявление его не бытового эго а эго более высокого уровня где он включил в принятие решения свой весь организм что в подсознании запихнуто просто все вы думаете как бы всем своим телом и он преодолевает это противоречие дает предпочтение интуитивному решению и рискует для работы с таким объемом информации который мы имеем сегодня в нашем информационно-цифровом веке безусловно необходим холодный расчет трезвый разум как говорится логика но сегодня на первое место выходит потребность интуиции потому что как выбрать из такого объема информации который самый необходимый который самый выгодный поэтому необходимо развивать себе именно вот эти человеческие качества они сегодня особенно ценны и те люди которые развивают себе интуицию станут еще более эффективными ты никогда не подводила ну вот эти вот интуитивные решения которые вы приняли и там какие-то цели до которые вы ставили перед собой всегда ли вы их достигали один раз один раз подвела а когда это было это было не интуиции знаете ее нельзя путать с хотелкой а как различить хотелка вы понимаете каприз каприз я получите за один месяц а хочу вообще быть звездой нет это хотел то вот у меня появилась поскольку я ушла из политики хотелка я написала сценарий фильма дальше два года потратил на эту хотелку силы и время и познакомилась с огромным количеством продюсеров и режиссеров и даже добилась того что нашла спонсора и в мосфильме висела табличка режиссеры хакамада и аук это актриса известная которая закончила в гиг и она согласилась со мной в партнерстве снимать фильм и даже чулпан хаматова и актеры белые с мхата согласились играть главные роли это было по моему сценарию сделано в котором я писала на фантазировав но базируясь на своей биографии жизнь женщины политика там были теракты кровь вообще секс она крутила там чисто вот много жизней в пьесе в стиле голливуда чтобы это было интересно и глубоко у меня были страшные трудности ничего не получалось то есть медленно к этому ушла и сопротивлялась 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 и вот дальше наступил 2008 год у моего спонсора рухнули деньги мантуни сказала ну что ты дура черепушку-то разобьешь не твоя волна не твое время не твой риск это все не твое это всего лишь была твоя хотелка ты сделала все ты унижалась ты просила деньги ты выслушивала обманные речи продюсеров которые были тебе как это прекрасно создали что сама все это профинансирует за бешеные бабки на тебя унижали что ты политик ну ты должна учиться прежде чем писать сценарий когда ты все это прошла и все она ничего не вызвала по совсем независимой общее значит ты не в своей волне это было интуитивное решение надо было выйти из этой истории я вышла резко абсолютно эти здесь поступило хитро вот вам оперативно как хитро я поняла что с фильм чего не получается взяла сценарий и думаю как мне жалко тут мне звонят аисты год мы хотели бы следующую книгу у вас есть книга секс большой политики мы хотим следующую в этом духе гуя не будет я ушла из политики а что будет игру будет роман ведь мы берем мы не берем романы от бывших политиков вы не писать не будет ничего через сутки они не звонят но ладно давайте синопсис вашего романа я им кидаю мой сценарий ними призвание так будет окей вот так я пробила свой роман который был весь продан кстати по поводу энергии почувствовали когда вышли не из своей истории облегчить энергии прибавилось облегчение вы как бы дать его на себя натянули вы чемодан вот такого размера положили себя на плечу перли вот перли а потом раз и сбросить то самое почувствовал когда я сбросил 12 лет большой политики можно ли развить интуицию вот еще такой вопрос ну конечно или она приходит от рождения вот она тренируется шло интересно как что за практика разработка интернет раскачка смотрите что получается как вам принимать решение кто знает о том какое будет будущее вы не ответите никто никто а я вам ответяю вы мы же знаем вы же знали вас это знание заложено где надо это включать нет подсознание вызывать их потому что в подсознании кроме вас существует часть всего огромного мира чтобы чего-то достигнуть начни с противоположного то что растягивается сжимаются хотите стать напрягается расслабляет хотите достигнуть интуитивного научитесь по-другому работать не интуитивно от обратного от обратного хотите научиться молчать вначале научитесь говорить и общаться с людьми хотите научиться говорить и общаться с людьми научитесь молчать и слушать и слушать точно вот так вот все просто оказывается и давным-давно известно пятый век до нашей да можете искать три самых важных шага для развития интуиции ну первый шаг нужно понять вам интуиция нужно как способ найти конкретное решение или для вас интуиция это образ познания себя и мира есть это просто найти решение для большинства это главная мотивация второй шаг просто уйти в паузу освободив слегка выбросить слегка суету из головы подключиться к искусству сделать задание мозгу или спать все мы все спорили кому больше свойственная интуиция логика и по знаменитому клише все-таки более логически мыслят мужчины более интуитивно устроены женщин это так и делится до сих пор или это рано или поздно меняется местами пересекаются мой опыт чтения и лекция в залах около 50 500 человек минимум плюс закрытый клуб оратор где 30-летние молодые менеджеры там курсы целые виду там одни парни плюс корпорации я им считаю лекс показывает что все так и осталось очень понятно почему женщина в силу своего генетического устройства она более эмоционально более тонка более чувственное более терпеливо все то что она строит и защищает гнездо ну да и поэтому у нее больше развито воображение воображение и чувственное восприятие мира то есть образами это и есть язык подсознание интуитивного решения поэтому женщине легче вырубить сознание легче уйти в любимый фильм любимую музыку и женщину осеняют чаще прекрасный день другое дело что социально возвращаясь к логике начинает бояться а мужик наоборот очень смелый он себя новатор новых идей и все что касается логики он добивается очень легко когда идет вот это постепенное развитие как только пошла экспонент он начинает пугаться почему то что все рушится нужно находить другие способы все что непосильным трудом все рушится то есть вот я на украину в украине сделал вообще обалденный бит кто мог предсказать что в результате мы теперь вообще не можем то спокойно приехать и бизнес весь руку ну что это такое да у него все рушится и вот когда ему говорят что попробую интуитивное решение откли отключение переключения ой это все тупая эзотерика вы мне рассказите вообще вот сами докажите мне что это так какие ученые это доказали какие опыты эти доказали и он деградирует деградирует мужчина узнаете себя да единственное исключение нет конечно единственное исключение об присутствующих миган единственное исключение это конечно великий это стив джобс это инштейн это менделеев инштейн прямо сказал что любые законы движения элементарных частиц и вообще законов вот физики сегодня это он свое время сказал нельзя открыть с помощью опыта и научных исследований нет их можно открыть только имея базу но получаем сайт это прямо сказал инштейн потому что то что он открыл в том числе и гравитационные волны он их открыл там когда 25-30 лет назад так вот только три месяца назад в рамках получения нобелевских премий премию получили физики которые смогли это доказать вот так все неспешно но смогли но смогли то есть интуитивное решение что оказалось абсолютно научно доказанным да но только когда наука до этого доросла я все записал все запомнил и логика и и и все вышеупомянутые субстанции и рычаги все работает компьютеры самые офигенные от человека а что такое компьютер я не очень знаю который работает большими данными перебирает варианты очень быстро чем отличается от вас быстротой мышление вы например решили просчитать рынок вы анализируете вот спрос такой-то вот вкусы такие-то цена такая-то деньги доход сети перебирайте может так попробовать может так попробовать а компьютер вы данные вели и выдал вам стратегию чем вы отличаетесь от него был супер профессионал но он же не создает это все он просто это классифицирует нет он создает вам маркетинговую стратегию оба из того что придумал я что уже придумано ничего нового он не дополняет к этой стратегии тут дает новое но может найти тот ход который вы были не в состоянии перебирая большее количество данных но это больше математики правильно он работает быстрее это да вы это будете работать над этим месяцом сделать за две минуты я вообще не смогу сделать то что он сделает конечно если вы специалист тогда вы никому нафиг не нужны вы сделаете за месяц он сделать за две минуты а второе отличие главное не принимает решение за компьютер думает в парадигме да нет да нет да нет подходит не подходит подходит не подходит подходит не подходит перебирая вариант а человек думает подходит но то есть какая-то варианта не 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 а человека думает в парадигме да нет может быть может быть а может быть это возможно да это вообще не имеет никакого отношения но вдруг пробивает может быть взрывает это сделал стив джобс приметь поэтому всему это все говорю те кто цепляются за прошлые опыты и не хотят ничего менять свое мышление простые люди не тупая простые они останутся без работы если они вот молодые уже через 10 лет адвокаты корпоративные простые такие найти юридические документы бухгалтера уже все увольняются часть программистов огромное количество у нас они еще бухгалтер бухгалтеры партон бухгалтер еще востребован то что много теневой бухгалтер а когда она прозрачная не знаю чем вы говорите компьютер все сделает и так далее водители а те кто сложные люди которые имеют умеют мыслить да нет может быть их искусственный интеллект заменить не сможет и вот только они получат самореализацию а все остальные получат пособие и начнется не продовольственный голод а духовный год вот это главный вызов 21 ирина как вы относитесь к тому что в мире все автоматизировано становится последнее время ну да чем больше технологии тем меньше человеческого фактора доходит до того что внутренняя переписка попадает в руки клиентов где их искорбляют ставится автоматически подпись человека компьютером тот который написал это письмо с большими пафосными всякими приложениями хотя контекст этого письма не предполагает такой подписи и только раздражает то есть по большому счету технологичность мира превращает всех нас в неких функционалов а все почему человека забыли забыли все человеческое в человеке люди которые вообще не видят жизни погружаются скорее не в телефона в интернет вот они конечно за зомби потому что они думают что там можно найти любовь счастье дружбу избежать одиночество и решить все свои проблемы разве нет наоборот там нету ни дружбы ни любви ни друзей ничего там нет там есть только информация и есть площадка где вы можете продвинуть свою информацию если вы продаете шубы в интернете вам нужна одна информация если вы двигаете инстаграм как я например и большинство людей потому что самый популярный способ как-то раскрутить себя но я добиваюсь я человек продукты я не себя раскручиваю хотя пользуюсь инстаграмом с точки зрения фэшна лица как я выгляжу потому что на это падают но каждое утро и я или даю видео или пост по поводу вот таких лайфхак философских лайф хаков как облегчить себе жизнь понимая вот этот мир вокруг и самого себя то есть я инстаграм свой свой канал в инстаграм превратила в некую да такую мастер-класс да а в доме каждого что важнее интуиция логика вот в отношениях на что опираться в каком смысле но в личных мне что делать больше стараться интуиции как это делают девушки или все-таки приучить логически мыслить чтобы подтянуть к себе нет вы вообще нам надо мириться нет нет вам нужно обоим например усилить импатию и все упал слоник в колодец подходит к нему кролик слоник ты упал в колодец окружает морковку боже какой ужас такой несчастный давай тебе брошу морковку бросать морковку забывает о нем и уходит это что это сострадание жалко все год вот я его пожалел даже морковку отдал и смысл что такое эмпатия эмпатии подходит ослик говорит слоник что с тобой ты упал в колодец подожди и ослик прыгает в колодец он садится рядом идет слоник я не знаю как отсюда выбраться у нас уже двое вот эта эмпатия вот она держит семью